В Коврове из окна пятого этажа выпал четырехлетний ребенок. Это случилось 1 августа в районе 13 часов в центре города на проспекте Ленина. Произошедшее запечатлел видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. На записи видно, как буквально за секунду малыш падает с последнего этажа пятиэтажки вместе с москитной сеткой. По информации регионального следкома, четырехлетняя девочка после падения выжила. Ее госпитализировали в центральную горбольницу Коврова. Одна из сотрудниц медучреждения нам сообщила, что ребенок по состоянию на сегодня находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следователи выясняют причины произошедшего. По предварительным данным, в момент происшествия в квартире с ребенком находилась его мать, которая на некоторое время отвлеклась. В результате девочка самостоятельно забралась на подоконник, открыла окно и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. Следственный комитет продолжает проводить проверку, в том числе в отношении членов семьи девочки. Осмотрено место происшествия, зафиксированы обстановка в квартире и условия проживания ребенка. Следователи также выясняют и то, какой образ жизни вели родители. По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям в законах представителей пострадавшей. Обвиняемого в жестоком убийстве в снэкбаре взяли под стражу на два месяца. Меру пресечения избрали в Октябрьском районном суде. Напомним, убийство произошло под утро 31 июля в круглосуточном снэкбаре на улице Мира. По версии следствия, 43-летний мужчина в процессе конфликта напал на противника с ножом. Злоумышленник перерезал другому посетителю кафе «Горло». Мужчина скончался на месте. Убитому было 45 лет. Поймать подозреваемого удалось росгвардейцам. Они задержали мужчину неподалеку от места преступления. При аресте он пытался сопротивляться. 2 августа Октябрьский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника. В СИЗО мужчина проведет два месяца. Органами предварительного следствия Д. обвиняется в том, что 31 июля 2023 года, находясь в помещении кафе, на почве внезапно возникшей неприязни, клинком ножа нанес потерпевшему один удар в область шеи, а затем не менее одного удара в область правого плеча. Обвиняемый заключен под стражу на срок два месяца, то есть по 30 сентября 2023 года включительно. Руководителя секты в Коврове отправят за решетку на два года и семь месяцев. Как сообщает управление ФСБ области, религиозное объединение свидетелей Иеговы, признанной экстремисткой еще в 2017 году. Несмотря на это, обвиняемый 68-летний мужчина продолжал возглавлять общину и развивать ее. В феврале 2021 года на фигуранта было заведено уголовное дело. На тот момент экстремистская организация насчитывала 60 участников. Как уточнили нам ФСБ, при обыске в квартире у руководителей секты обнаружили доказательства, подтверждающие функционирование экстремистской организации. Различная переписка с руководством из центра, религиозные заметки, даже ответ из администрации президента РФ. Главу государства, члены организации просили вернуть общине легальный статус. Кроме того, одна из бумаг содержит подробную инструкцию, как адепты секты должны писать обращения к чиновникам разных уровней с подобными просьбами. Также оперативники изъяли технику на флешке, содержались кадры религиозно-костюмированной постановки экстремистской организации. В июле Ковровский городской суд признал гражданина виновным в организации деятельности экстремистского религиозного объединения и назначил наказание 2 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права участвовать в работе общественных организаций и руководить ими после отбывания наказания последующие 3 года. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. В Александрове отец, который заставил своего ребенка побить битый подростка, избежал реального срока. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 2 года 8 месяцев условно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Напомним, инцидент произошел 22 апреля в поселке Балакирево. Как установили следствие и суд, мужчина узнал, что его 10-летнего сына задирает 15-летний подросток. Отец мальчика решил разобраться в конфликте, что называется по-мужски, и отправился на местный стадион «Рубин». Там он дал сыну биту и заставил в присутствии других детей избить обидчика. В результате пострадавший подросток получил ссадины и кровоподтеки, которые, как уточняют в Александровском горсуде, на здоровье не отразились. А вот ушиб коленного сустава расценили как легкий вред здоровью. В итоге на горе отца завели уголовное дело. На время следствия его посадили под домашний арест. Суд признал виновным мужчину по двум уголовным статьям. Вовлечение несовершеннолетнего в преступление и причинение легкого вреда здоровью. Приговором суда виновным назначено наказание в лишении свободы сроком 2 года 8 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с него в законопричиненный моральный вред в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. 3 тысячи рублей и извинения. Все, что получила 74-летняя жительница Владимира после того, как водитель автобуса не вовремя захлопнул дверь и лишил ее ноги. Несчастный случай произошел с Ниной Михайловной. В апреле этого года пенсионерка рассказывает, в тот день вербного воскресенья решила навестить внуков и поздравить их с праздником. Но когда родственники провожали бабушку на автобус домой, они и представить не могли, что уже вскоре встретят ее на больничной койке. На своей остановке, как обычно у новинки, я стала выходить. Одну ногу поставила, он захлопнул двери. Я осталась там. Нога у меня была, ну понимаете, захлопнута. Потом открывает он дверь, я падаю, вываливаюсь из этой двери. Все, я теряю сознание. Больше я ничего не помню. Неосторожность водителя автобуса повлекла за собой непоправимые последствия. После безуспешных попыток врачей восстановить пострадавшую конечность, ногу Нине Львовой все-таки пришлось ампутировать. Помимо этого у пенсионерки значительно ухудшилось зрение и память, как ей объяснили врачи, из-за сильного удара головой при падении. Сейчас женщина рассказывает, каждую ночь ей приходится мучиться от страшных болей по всему телу. Никакие препараты не помогают. Чтобы встать на ногу Нине Львовой, нужно выполнять упражнения и заново учиться ходить. Сейчас она стоит в очереди на протезирование в Пеганово. Родные бабушки ежедневно навещают ее. У Ирины дочки, пострадавшие двое маленьких детей двух и четырех лет. Вместе с ними она приходит, чтобы помочь пенсионерке по хозяйству. А ее брат приезжает, чтобы перенести женщину к нужному месту на руках. Вскоре к бабушке приставят социального работника. Одна я просто не могу. Я пробовала, конечно, на ходунке мне дочка купила. А у меня нога никак вот... Ну не могу я вот. Я вот чуть-чуть и падаю. Близкие бабушки не смогли закрыть глаза на произошедшее. После они выяснили, за рулем того самого автобуса 32-го маршрута находился 54-летний водитель. Было заведено уголовное дело. В результате долгих разбирательств Октябрьский райсуд вынес мужчине наказание в виде ограничения свободы на один год. Получила бабушка и компенсацию от водителя. С затяжкой нанесения вреда здоровью и потерей ноги Нина Львова получила всего 3000 рублей. Октябрьский суд вынес несправедливое решение. Как бы, можно сказать, даже оставил безнаказанно человека. А вред-то действительно очень тяжкий причинен маме. Она страдает, мучается. Ну, конечно, я не согласна с этим приговором. Это, конечно, сделать меня инвалидом таким. И практически ничего ему не дать. В постановлении суда такое решение объясняется тем, что водитель имеет определенные обстоятельства, смягчающие наказание. В их число входит справка об инвалидности третьей группы, а также то, что на иждивении у мужчины маленькая девочка-инвалид. Помимо этого суд учел принесенные обвиняемым извинения и добровольное перечисление денежных средств водительских прав. Суд его также не лишил, указав, что это единственный заработок главы семьи. Ему дали один год ограничения свободы. То есть он должен раз в месяц ходить отмечаться, не покидать муниципальное образование город Владимир. Его даже не лишили права управлять автотранспортным средством. Он сохранил водительское удостоверение. За 15 лет я не встречался ни с одним делом, где при тяжком вреде здоровью по 264 статье Уголовного кодекса 3000 рублей была компенсация вреда. Вот этого ни одного дела не было. Сейчас семья Нины Львовой пытается оспорить решение суда в вышестоящей инстанции. Сторона потерпевшей намерена добиться более справедливой компенсации за причиненный вред пенсии. У Нины Михайловны порядка 15 тысяч рублей, а восстановление ей предстоит не из дешевых. Какое решение примет Фемида, мы продолжим следить за развитием этой истории. Маргарита Бочкова, Егор Дикевич, 6 канал. Водители-нарушители во Владимирской области часто забывают пристегнуться и любят поболтать по телефону. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона поделились наиболее частыми нарушениями ПДД, которые попадают на камеры. В июне на дорогах области заработали 13 комплексов фото-видео фиксации. В последнее время, судя по статистике, кроме нарушений скоростного режима и движения по дорожной разметке, чаще всего водители пренебрегают ремнями безопасности, говорят по телефону во время движения, забывают про фары и поворотники. Подобных нарушений фиксируется более 40% от общего числа. За них водители по закону могут оштрафовать. Для проведения гидравлических испытаний во Владимире перекрыт участок дороги в районе дома номер 42 по Стрелецкой. Специалисты ресурсоснабжающей организации устраняют выявленный дефект. Как сообщают в мэрии, проезд жителей не затруднен, потому что выехать можно по прилегающим альтернативным дорогам. Работу планируют завершить 2 августа до конца дня. Движения по перекрытой дороге обещают восстановить до конца четверга. В правительстве области сообщили, что к началу прошлого месяца среднерегиональный уровень подготовки к отопительному сезону составил 44%. В прошлом году было на 1% меньше. Наилучшие показатели по готовности объектов жизнеобеспечения отмечены в Камешковском районе 72%, в Ковровском и Судогодском районе по 54%, в Радужном 50%. В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду и модернизацию коммунального комплекса направили около 3 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Кроме того, в июне из областной казны дополнительно выделили 171 миллион на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения в нескольких районах региона. В конце сентября «Полярис» снова откроют для катания на коньках. О том, что ледовая арена в Центральном парке Владимира готовится к открытию, в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Авдеев. В областном центре для юных хоккеистов и фигуристов не хватает тренировочных площадок. Круглый год спортсмены и любители фигурного катания могут заниматься в одном на всех ледовом дворце «Владимир» на проспекте Ленина. Частный комплекс «Полярис» не заливал лед с марта 2020 года. Родители спортсменов просили помочь с возобновлением работы. В конце прошлого года, как сообщил Александр Авдеев, с собственником объекта удалось договориться. В 2023 году в комплексе идет реконструкция и благоустройство. Его должны адаптировать к современным стандартам и сделать более удобным для занятий. Любителей покататься на коньках «Полярис» рассчитывает принять не с 1 сентября, а в конце месяца. В октябре-ноябре в Ледовый дворец переедет хоккейный клуб «Русичи». В комплексе «Владимир» останутся заниматься юные фигуристы. Так, места должно хватить всем. Все продвигаются по плану. Есть некоторые задержки. Недели на две это связано с поставками оборудования. Есть некоторые сложности. Многие позиции, они подставляются из-за рубежа. Соответственно, с изменения логистики меняются и сроки поставки. На сегодняшний день выполнена достаточно большая работа. По залу практически все работы выполнены. Конечно, мы всей командой и всей школой хоккейной ждем. Когда уже будет возможность потренироваться на Ледовой арене. Депутат Госдумы от КПРФ с рабочим визитом посетил Петушинский район. Первой точкой посещения Романа Лябихова стала районная столица. Ужасные дороги и не лучшего качества освещения улиц. Жители улицы Московской не могут добиться от местных властей решения своих проблем. Поэтому и обратились к приехавшему депутату. Когда ремонтировали дорогу на Московской, вот Московской, ее отремонтировали полностью. Но почему-то от дома номер 4 и до дома номер 24. Сказали, это федеральные деньги. Согласна. Но с какой колокольни федералы увидели, что дорогу надо ремонтировать именно от дома 4 до 24, а не до 26, вот здесь. Свои обязанности не выполняют структуру ЖКХ, тепловые сети. Это вот все время сломанные люки. Ты бежишь, там пишешь, выпрашиваешь. Это все время отписки. Все время да-да-да, мы приедем. Роман Лябихов обещал взять решение этих вопросов на личный контроль. Кроме того, депутат Госдумы проинспектировал ход строительства нового водозабора в Петушках. Эти очистные сооружения строятся по федеральной программе «Чистая вода». Причем подрядчиком выступил местный депутат от КПРФ Денис Кимель. По его словам, уже в этом году все работы будут завершены. Объект 154 миллиона. Людей работает здесь порядка 23 человек. Сейчас производятся фундаменты под станцию очистки. И само здание. Само здание из металлоконструкции, сэндвич панелей. Сроки конец года, то есть на конец ноября. Депутат Госдумы отмечает, чтобы вода была действительно чистой, нужно менять и старые трубы водоснабжения в городе. Я вижу здесь возможную проблему, что это единственный водозабор на весь город. И соответственно вода будет в водозаборе чистой, но сети останутся старыми. Поэтому я думаю, что буду обращаться в муниципалитет с тем, чтобы они объяснили, каким образом и как они планируют заменять старые ветхие сети, которые безусловно требуют замены. Роман Лябихов также посетил и Покров. По его инициативе в местном кинотеатре прошел бесплатный показ мультфильма и кинофильма для местных жителей. Пришли с детьми посмотреть мультфильмы. Пришли, здесь оказывается застолье, приехал депутат. И вот я так понимаю, это он все организовал. Дети рады? Дети рады. Перед показом фильма многие жители смогли обратиться к депутату Госдумы со своими проблемами и задать вопросы. К слову, сам кинотеатр несколько лет назад был восстановлен силами нардепа от КПРФ в Покрове. Молодец, сделал вот такой классный благотворительный проект для города Покрова. Мы здесь сегодня проводили благотворительный вечер. Сейчас жители местные смотрят фильм со своими детьми. Поэтому пообщались, получу обращение, буду помогать. Роман Лябихов напомнил, в Госдуме он курирует Владимирскую область. Депутат заверил, что готов помогать в решении различных проблем жителей региона. Для этого следует обратиться в местное отделение Компартии и написать обращение на его имя. Алексей Домнин и Егор Дьякевич, Шестой канал. Редактор субтитров А.Семкин